Такой, я про этого спрашивал у вас. Может, вспомните, может, нет. Ну, про Христа, там, сорокадневный пост у него был. Ну, а сейчас по-другому вопросу вам звоню. Я слушаю. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, да, я в курсе. Нет. Ну, скажите, я не против. Я не против. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Вот такой вопрос насчёт усопших родственников. Вот дядя у меня умер, ну, у него там онкология была, раком он болел. Ну, и не только по его вопросу. Ну, дедушка, прадедушка, вот в чём заключается вопрос. Вот они, как вы говорите по роликам, да, вот посты соблюдать, там, в церковь, ну, ходить. Библию читать так. То есть они так не знали, так не соблюдали строго, как должно быть по православию. Я вот хочу спросить у вас. Какова вероятность того, что они вот не находятся сейчас, грубо говоря, там, в аду? Так, а зачем это знать? Нам не дано это знать. Об этом мы считаем не где-то, а у апостола Павла. Второе послание, пятая глава, десятый стих. Всем нам надлежит предстать на студилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А четвёртая глава, пятый стих, первого послания к Коринфянам. И говорит так. Не судите никак преждевремени, доколе не придёт Господь и не осветит сокрытые во мраке. И тогда похвала будет каждому по его делам. Нам не надо это даже вопрос такой ставить. А где он есть? Это ведьма может задавать вопрос. А христиане никогда не задают. Где он есть? Мы молимся, нам разрешено молиться за них. Ну а результата мы никакого не знаем и не получаем. Конечное слово за Богом, в общем-то. Конечно, конечно. Никто не знает. Написано, на суде Божьем будет. На суде. Тогда весь мир узнает. А мы можем сегодня говорить, не понимая, зачем нам это нужно. Ты о себе побеспокойся, человек, чтобы оказаться не в аду, а в раю. То есть, возможно, даже, что даже самый грешный, так получится, что Бог, возможно, он не будет там в аду, в гене, да, с дьяволом. Варим и суда. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Всё. А мы же не знаем, какой последний вздох его был, как он жил для Господа. Да нам зачем это знать? Мы знаем, надо при жизни послужить Богу. Доверием Богу. Он о нас заботится. Он умер за нас, Господь. И поэтому я должен любить его не на 2%, не на 98%, а на 100%. Всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вот тогда да. Потому что он за нас отдал жизнь. И на меньшее он не согласен. Понял вас, Игорь Тихонович. Только молиться и всё. А там уже никто не знает, что... Католики знают. Католики всё знают. Мы не знаем. У них честилище есть. И вот он думает согрешить. А он расспрашивает, с кем? С замужней, не замужней. Он столько-то платит. Там всё ценник у них. Каталог висит. Вот это вот индульгенция, что побудило Мартина Лютера отделиться от неё. Да. Понял вас, Игнатий Тихонович. Понял вас. Ну да, уверен. Я о тебе тоже беспокоюсь. Но тоже, как вы говорите, там, апостол Павел как-то писал, я не смогу протестировать насчёт надежды, надежды. Ну да, об этом говорит тринадцатая глава первого послания Коринфянам. Он переходит на любовь. Ну, всё кончается, а любовь остаётся вечной. Надежда не постыжает. Всё. Хорошо, я вас услышал. Спасибо за ответ. Да, мы говорим «Спаси Христос». Мы говорим «Спаси Христос». «Спаси Христос». О, это уже другое дело. Ну, хорошо. Мои ресурсы у вас есть? А то я скину вам. Да, вот вы мне скинули ещё. У меня есть и сайт ваш есть, и там всё есть. Ну, хорошо. В общем, всё скинуто. Хорошо. Всё у вас? Всё у меня есть. Всё с Богом. С Богом. Храни вас Господь. Да. Вас также всё. Аллилуйя.